Я вот сидел и заполнял анкету на лотерею грин-карты. Я это делал впервые и потому я поначалу думал, что это всё очень сложно. Но оказалось всё очень просто и быстро. Те, кто сомневаются, стоит или не стоит заполнять анкету на грин-карту, ответ один, конечно же стоит. Шанс того, что вы выиграете, примерно 0,03%. Иногда шанс больше, иногда меньше. Это, наверное, зависит от того, сколько людей подаёт на лотерею. Итак, переходим на официальный сайт dvlottery.state.gov. Ссылку в описании тоже оставлю. Заполняем только на этом сайте, потому что на других сайтах сплошные мошенники, которые просят деньги за бесплатную услугу. Переходим и смотрим. Welcome! Потом бла-бла-бла. И написано, когда начинается и когда заканчивается приём анкеты на грин-карту. Так, а дальше идёт инструкция. Если вы не ленивы, можете зайти и почитать её. Здесь различная, более подробная информация. Также можно скачать инструкцию на русском и даже на украинском. Но если вы ленивые, как я, то пропускайте. Я вам сейчас всё по-быстрому покажу. Так, дальше кнопочка Photo Tool. Вот это нас уже интересует. Фотка нам нужна по-любому. Её можно сделать самостоятельно. Берём обычный фотик или телефон с фотокамерой. Становимся напротив белой стенки или холодильника. Или вешаем белую простынь и делаем фотку. И да, вам нужно побриться, если вы мужик. С бородой не надо фоткаться. Также не нужно одевать различные головные уборы. И солнцезащитные очки тоже одевать нельзя. Нажимаем эту кнопочку и делаем всё точно так, как делаю я. Неправильная фотография – это уже причина признать вашу анкету неверно заполненной. Нажимаем Start Photo Tool. Появляется вот такое вот окошко, где мы будем редактировать нашу фотографию. Нажимаем Choose Photo. Выбираем нашу фотографию, которую мы до этого сделали. А теперь делаем как я, при помощи ползунка. Увеличиваем фотографию до нужных размеров. И нажимаем кнопочку Crop Photo. Теперь появилась ещё одна окошко, в котором уже наша обработанная фотография. Мы его отсовываем в сторону. И нажимаем кнопочку Save Photo. И сохраняем фотографию на компьютер. Всё, ребята, теперь мы готовы к заполнению анкеты. Нажимаем Begin. Так, здесь маленькая проверка на то, что мы не бот какой-то. Вводим то, что нас просят. И идём дальше. И вот сама анкета. И начинаем заполнять. Первое поле – Фамилия. Пишем свою фамилию. А я пишу фамилию ту, что я сейчас придумаю. Бройлер. Второе поле – имя. Коля. Нашего будущего американца звать Бройлер Коля. Следующее поле – это отчество. В Америке такого понятия нету. Так что его заполнять не обязательно. Дальше выбираем пол. Мужик. Третье. Выбираем дату рождения. Месяц. Десятый припустим. День. Десятый. Год. Тысяча девятьсот девяносто девяностый. Опускаемся ниже. Четвёртый пункт. Город, в котором вы родились. Киев. Пятый пункт. Страна. Юкраин. Шестой пункт. Здесь спрашивают. Ваша страна имеет право участвовать в лотерее Гримкарт? Да. Ес. Всё правильно. Идём дальше. Седьмое. Фото. Загружаем фотографию, которую мы редактировали. Всё. Готово. Идём дальше. Опускаемся ниже. Восьмое. Почтовый адрес. Можно указывать не обязательно там, где вы проживаете. Лучше указать тот, где надёжный, хороший, целый почтовый ящик. Потому что вам туда пришлют документы. Я указывал лично свой адрес. Первая строка. Имя и фамилия получателя. Коля Бройлер. Вторая. Улица и дом. Припустим улица. Ко. Бе. Ди. Дом. Сорок шесть. Сорок семь. Потом. Квартира. Двенадцать. Город. Киев. Область. Киевская область получается. Почтовый индекс. Я не знаю. Напишем наугад. Как и всё здесь наугад. Страна. Юкраина. Всё. Почтовый адрес мы заполнили. Идём дальше. Девятый пункт. Страна, в которой вы проживаете. До этого мы указывали страну, в которой вы родились. А вот теперь, где вы проживаете. В моём варианте это Украина. Десятый. Телефонный номер. Можно указывать, можно не указывать. Мы что-нибудь сейчас придумаем. Вот такой для примера. Одиннадцатый. Электронная почта. Пишем в свою электронную почту. Двенадцатый пункт. Ваше образование. Последняя точка, где вы учились. Давайте по очереди попытаемся все эти пункты перевести и выбрать то, что вам подходит. Начальная школа. Школу закончили, но аттестат не получили. Закончили школу и получили аттестат. ПТУ, техникум и тому подобное. Поступили в универ, но его не закончили. Закончили универ и получили диплом. После универа решили стать аспирантом. Закончили аспирантуру. Пошли ещё выше на доктора наук. Вы получили степень доктора. Наш друг Коля Бройлер закончил ПТУ. Перемещаемся дальше. Семейное положение. В данный конкретный момент. Если вы планируете жениться, через месяц или полгода, или через неделю, это никого не волнует. Анкету волнует только в данный момент. А не то, что вы планируете. Итак, смотрим. Не женат. Женат и жена не американка. Женат и жена имеет американское гражданство. Разведён. Вдовец. В процессе развода. Так, припустим, наш Коля женат на обычной украинской девушке. Галочка сюда. Количество детей. Один. И нажимаем продолжить. Итак, получается, первую часть анкеты мы заполнили. Вторая часть анкеты – это данные вашей жены или мужа. И данные ваших детей. Заполнять данные на ребёнка и на жену аналогично так же, как и на себя. Имя, фамилия, дата, пол, город. Фотографию также нужно сделать. Вот написано «Первый ребёнок имя». Тоже имя, дата, пол, город. Тоже фотографию ребёнка загружать надо. И в самом конце нажимаете «Континюэ». Если вы не женаты и у вас нету ребёнка, тогда второй части анкеты у вас даже и не будет. Если вы всё правильно сделаете, тогда у вас появится страничка, на которой вас поздравят с тем, что вы удачно заполнили анкету на гринкарту. Её лучше распечатать или скриншот сделать. Вот по этому номеру в мае вы узнаете, вы выиграли или не выиграли. Вот на этом и всё, ребята. Всем желаю удачи в лотерее. Кому видосик был полезный, ставим лайки. А я с вами прощаюсь. Всем спасибо за внимание. Всем пока.